И доброго времени суток, дорогие друзья! Ну что, мы подвели итоги ивента, который всем очень сильно понравился, тот самый весенний ивент. Мы подвели итоги для основного персонажа, для ММ-ролик, вы уже можете посмотреть, он есть на канале, будет в конце ссылочка на него. Ну а сегодня давайте посмотрим, что же подарит этот ивент бездонатному Сорку, который очень прям надеется на этот буст этого самого ивента. Присаживайтесь поудобнее, не забывайте ставить пальчик вверх и подписываться на канал. Погнали! Мир Линейдж 2 Эссенс ждут большие изменения! Высшие эльфы в деле! Новая раса готова покорить Эль Мараден и твое сердечко! Сразу два новых класса! Надежный танк, божественный хромовник и повелитель стихии, меняющий сферы сил природы, как перчатки! Дальше! Больше! Успей подготовиться! Играй в Линейдж 2 Эссенс на Фогейме! Ну что ж, давайте начинать! Давайте заберем торговлю, чтобы она не висела, тут вон 20 копеек зажрели. И давайте заходить в интерфейс ивента. Поехали открывать билетики, как раз таки. Я еще толком ничего не открывал, буквально тут немножко закинул, но все остальное нафармил на твинках, для того, чтобы все можно было закрыть. Если вдруг вы первый раз вообще сталкиваетесь с этим ивентом, суть в том, что вы собираете билеты, билеты заюзываете, получаете обычную награду. И как только у вас будет 4 в ряд, можно сказать, цветочка собрано, вы получаете одну большую награду. Как вы видите, у меня вот уже 4 собрано в ряд линий, и 4 награды я могу получить. Помимо этого, можно будет еще делать 3 сброса, то есть повторять данное действие 3 раза. Награды здесь большие, очень вкусные, вот именно вот эти, которые будем получать за 4 цветочка в ряд. И очень много, ребята, с них всего интересного подоставали. Надеюсь, и нам повезет, ну и помимо всего этого, конечно же, еще получим небольшое количество расходки. Ну что ж, поехали. Будем смотреть. Итак, первую полоску мы заполнили, вот это мы уже убираем. И сейчас будем смотреть, что же нам будет падать. Сорку нужно, наверное, практически все, поэтому будем надеяться, что повезет. Вот это, кстати, ему не нужно было, да. Порошок эликсира, ну пойдет, конечно, не то, что хотелось. Купон на книгу мастера замечательно, куда-нибудь применим. Ой, вот это прям здорово, купон на коллекцию, просто шикарно. Книга 2 звезды замечательно. Еще фрагмент руны развития, и еще фрагмент руны развития, и еще фрагмент руны развития. Прямо меня образ видели, можно прям сильно развиться. Итак, это первый заход у нас был из интересного. Здесь, ну, практически, наверное, прям такого колоссального крутого ничего нет. Но все равно это все пойдет в буст. Плюс еще можно будет даже трайный эликсирчик сделать, это здорово. Итак, давайте заполнять вторую полоску. Вторую, даже не знаю, как это назвать. Вторую нашу простыню с расходкой, назовем это так. И будем смотреть, что же будет там. Хотелось бы, конечно, куколок, если честно. Хотелось бы талисманов пятых. Желательно власть. Но это я, знаете, так губу раскатал. Как бы книжки не так, чтобы мне сильно нужны на этом персонаже, потому что учить здесь особо нечего, так как все уже было выучено. А точить здесь это все очень сложно. Ладно, поехали. Вторые награды, смотрим, что у нас здесь. Усилители скрытой силы, пять штук. Еще пять штук усилителя. Фрагмент руны развития. Еще фрагмент руны развития. Порошок эликсира. Еще купон на книгу мастера. Эликсир готовый. Та ты шо, вот я только что сказал, что он мне не нужен, но он мне упал как раз таки не на том чаре, на котором хотелось бы его увидеть. Но да ладно, дополнительный стат лишним не бывает. И еще один усилитель скрытой силы. Ну, в принципе, уже интересно. Уже намного интереснее все получается, но я хочу все-таки куклы и предметы для коллекции. Дайте мне их. Они здесь, ну, очень сильно нужны. Поехали. Третий заход у нас, третий простыня. Будем надеяться, что с нее еще повезет. Ну, усилитель скрытой силы тоже, кстати, можно будет в краски воткнуть. Чуть-чуть там небольшой совсем бонус получить с этого всего дела. Ну, закрываем все это мероприятие. Последний свиточек. Делаем сброс. И давайте покрутим, покрутим, повертим. Давайте. Нужна вторая кукла. Поехали. Фрагмент руны развития. Не то, что хотелось бы увидеть. Опять не то. Да и снова не то. Ну, что-то не в ту сторону. Я, видимо, покрутил. Покрути в другую сторону. Поехали. Купон на коллекцию. Замечательная. Это здорово. Еще фрагменты. Я не знаю, куда мне их девать. Еще предмет на коллекцию, короче. Еще фрагменты. И еще коллекционный предмет. Ну, как-то не особо радужно, если честно. Хоть коллекции я уже даже знаю, какие закрою. И последний сброс у нас, ребятки, остался. Ничего, кстати, сейчас интересного нет. И что-то такое ощущение, что этот элемент меня немножечко попускает. Хотя бонусы с него, естественно, я получу. Но вот тех самых кукол, которые я хотел бы здесь увидеть, если там выпала коробка со второй куклой, это было бы просто восхитительно. Для этого чара это, ну, вообще прям вот было бы что-то неимоверное. Ну, и желательно, чтобы оттуда еще кукла нужная выпала. Ну, да ладно. А, кстати, не хватает одного купона, вы представляете? Ну, и такое бывает. Да, что я сразу не заметил, что у меня там их 15, а не 16. В общем, сейчас я все это дело добью, и мы добьем с вами полоску. Итак, добил я последний билет. Давайте его сразу же заюзаем. Так, есть. Все, получаем последние награды. Сбросов у нас больше нет. Погнали. Купон на куклу 1 звезда. Отлично. Поехали. Еще 1 звезда. Замечательно. Фрагменты руны развития. Еще один билет в коллекцию. Еще фрагменты. Усилитель скрытой силы. Фрагменты. Ну, давай последнее что-нибудь интересное. Но это не такое интересное, что хотелось бы. Но да ладно. В итоге. Да, в итоге я тут все уже перемешал. 1 эликсир. Купон на 2 звездочную книжку. 5 итемов в коллекцию. 2 книги мастера. И дальше. А, ну, порошок еще. Да. Порошок скрытой силы. И 2 купона на куклу. Да, я сейчас вот не вижу почему-то глазами. Но где... А, вот они все. Так. То есть, получается, куклы я могу взять на свое усмотрение. И это замечательно. Фринта у меня есть. У меня нет Баюма, да? Да, у меня вообще нет Баюма. И у меня нет Закина. Очень важные куклы. Можно, конечно, было бы взять Тараса. Но Тарас мне столько не даст, к сожалению, сколько даст Закин. Закин это уже мало того, что шанс крита умений. Который, хотя идет немножечко не туда, куда должен идти. Сила крита. И самое главное, здесь хоть 1% вампирика есть. Так что забираем однозначно Закина. И Баюм это 2% КДРа и физмакдев. Тоже замечательно. И тоже все это дело забираем. Все. Куклы есть. Это прекрасно. Жаль, конечно, не 2-й левел. Но ладно, губу закатали. Эликсир. Юзаем на себя. Отлично. Можно теперь закинуть его куда-нибудь. Ну, естественно, мы его закинем вот сюда. 67 у нас будет инты. Объясню, почему не закидываю в МДР. Потому что, я думаю, ребят, каких-нибудь возникнет этот вопрос. Да, МДР дает минус 10% КДРа. Но, если вдруг вы не можете разогнать свой КДР, он смотрится вот здесь вот в деталях. Если вы не сможете разогнать до 52%, смысла от этих минус 10% не будет. Это, во-первых. А, во-вторых, по факту идет не 10% вот сюда, а всего лишь 5%. Поэтому смысла нет. 52% нужно только для того, чтобы вы смогли стоять на одном скилле. Я сейчас стою на 2 скиллах. Поэтому мне нет раз, будет у меня 32% или будет 27%. И все равно буду стоять на 2 скиллах, так как для одного пока будет мало КДРа. С этим вроде разобрались, вроде все объяснил. Давайте сразу, не отходя от кассы, крутанем с вами порошочек еще. Так скажем, понадеемся на удачу и 5%. 2 трая у нас всего будет, но поехали. Почему бы нет, почему бы не попробовать. И последний трай не попали в 5%, но ничего страшного. Итак, коллекции. Это тоже очень хорошо, это очень вкусно. Естественно, заполнять я буду коллекцию вот эту вот, где у нас присутствует Боб. Это просто однозначно. И демонстав сразу сюда же, перчатки я уж так докуплю и так докину. Это вообще не проблема. Далее, что мы можем еще здесь закинуть? У меня еще 3 купона есть, но, к сожалению, никуда я их закинуть не смогу. Ну, потому что их всего лишь 3, а надо побольше, немножечко. Ну, даже не знаю, вот куда их можно. Сюда вроде закидывать, но мало. Сюда закидывать, ну, тоже как-то мало. Да и непонятно, когда заполню коллекцию. Вот сюда бы, конечно, закинуть, но... Будем честны, когда я увижу керасу ледяного кристалла. Вообще непонятно, так что... Вряд ли я ее вообще когда-то увижу, в принципе, на этом чаре. Поэтому даже не знаю, куда. Поэтому, ну, давайте физмагатаку будем просто закидывать сюда. Потому что других каких-то вариантов я просто, ну, не вижу. Пусть эмик будет лучше, эмик дороже, насколько я помню. Итак, ну, отлично, коллекцию я дозаполню. Книга 2 звезды. Книгу 2 звезды мне девать, если честно, некуда. Учить мощное усыпление смысла не вижу. Здесь у нас, кстати, можно выучить еще развитие жизни. На следующий левел он даст еще побольше хп. Или все-таки оставить книжку и попробовать в будущем точить скиллы. Вот я не знаю. Ладно, давайте, наверное, я возьму пока развитие жизни, но учить не буду. Потому что посмотрю, у нас там впереди обновление. В обновлении у нас много обычно халявы бывает. Поэтому, если что, у меня всегда будет вариант сделать вот так вот. То есть зайти сюда, здесь благословение инхасад, модифицировать и вот сюда вот книжку закинуть. С шансом 50% можно будет неплохо лутануть. 7% шанса макрита, которого здесь крайне не хватает. Его очень мало. Так, с книжкой разобрались. И купоны на книгу мастера. Что я здесь могу выучить, мы сейчас с вами и посмотрим. Что у меня здесь есть. Ускорение не нужно. Ну, легкую походку разве что можно выучить, да. Ну, чистоту не знаю, насколько мне это надо. Но я думаю, что можно проучить ее, потому что больше учить нечего. Для АП и МП нужны маг-таблички, да. И, в принципе, без БТМа я все равно стоять вряд ли смогу. Поэтому, однозначно, легкая походка. Да и лысого я тоже не вижу особо смысла учить. Поэтому возьмем МДФ. Хоть он не особо сильно нужен, но может где-нибудь сыграет свою роль. Это хотя бы 100% будет. Так, мы берем с вами, представляете, я уже забыл, что мы с вами берем. Мы берем с вами однозначно легкую походку тогда. И берем с вами МДФ, да, магический барьер. Обмен, обмен, замечательно. Проучиваем скиллы. Так, есть раз. И есть два. По лысому еще раз говорю, что в любом случае он даст всего лишь минус 1% расхода МП. Но это никак не повлияет. Я все равно буду стоять с БТМа. В общем, вот так вот для меня закончился ивент. Не знаю, хорошо это или плохо. Но, в любом случае, очень много вкусных итемов на халяву. Плюс еще куча расходки всякой, которую можно будет позаюзать и использовать в будущем. Так что я думаю, что однозначно ивент прошел отлично. И я надеюсь, что таких ивентов будет много. Потому что в последнее время каждый ивент это всегда здорово. И я даже, у меня язык не поворачивается сказать, что они плохие. Вспомните предыдущие, где были мини-лутбоксы. Вспомните вот этот ивент. Сейчас у нас еще идет секретная лавка. Нет-нет, расходочка там падает. Так что вполне себе неплохо. А люди даже лутают какие-нибудь вкусные награды. Поэтому с ивентами пока все здорово. И вот благодаря этим ивентам чар хоть какой-то буст приобретает. Плюс, да, еще усилитель скрытой силы. Можно будет попробовать его... Ну, точнее попробовать, а просто прокачать немножко краску. Ну, и фрагменты висят. Но я думаю, что пока рановато как-то пробовать делать 16 левел. Но посмотрим. Это уже так в будущем поглядим. В общем, пишите в комментариях, что упало вам. Как вообще в целом вам ивент. Понравился ли он? Что вы достали интересного? Насколько сильно вы забустились? Будет интересно почитать. Также не забывайте ставить пальчик вверх. Не забывайте подписываться на канал, если вы здесь впервые. В описании у меня есть ссылка на телеграм-канал. Там проходят дополнительные розыгрыши на промокоды. На монетки выходят все анонсы. А еще в описании есть ссылочки с бонусами для версии Essence, Main или Legacy. Если захотели попробовать поиграть, переходите по ссылке, регистрируйте новый аккаунт и получайте дополнительные бонусы, которые облегчат вашу прокачку. Также там есть ссылочка на Project EVO, которая стартует у нас 24 апреля. Обязательно залетайте, регистрируйте новый аккаунт, выбирайте сервер и получите абсолютно бесплатно на старте книжку 3 звезды, которая очень поможет вам в прокачке и сильно забустит вашего персонажа. А теперь давайте разыграем 5 промокодов по 800 льмонет по результатам одного из предыдущих роликов. Погнали смотреть, кто победил. И в шпингере еще вам ссылку на предыдущий ролик. Загружаем всех, кто у нас там что-либо написал. 61 комментарий есть. Выбираем победителя. ГЦ. Жестко думал, будет больше 5 пятых, но хорошо, что хотя бы одну сделал ГЦ. Спасибо большое. Да, я тоже как-то даже понадеялся сначала, что возможно будет больше пятых, но потом, когда начал синтезировать на четвертый, понял, что спасибо и на этом. Первый код твой, поздравляю. Второй победитель у нас юзер ГЦ с подвеской. Да, слот закрыл. Да, согласен. Спасибо большое. Второй код твой. Третий победитель у нас Эрокес. Как же рад, как же глаз мозолил, когда без пятой подвески смотрел. Смотрел со времен начала твоего канала. Помню еще на старте сервера тебя рядом на споту в ДВ стояли. Ты на овере играл. Да, было такое. С того времени прошло уже почти 4 года. Как же быстро летит время. Поздравляю, третий код твой. Рад, что ты до сих пор со мной. Четвертый победитель у нас Гусь. ГЦ написал, но, сори, как говорил я всегда 4 слова. Так что перекручиваем. Четвертый код Фиори. В этот кал играют до сих пор. Но я думаю, что тут нет смысла этот код разыгрывать. Да, если как бы задаются такие вопросы, поэтому мы четвертый код отдаем. Мафака 13. Поздравляю, есть чем гордиться. Спасибо большое. Ну, как бы гордости в этом немного. Но просто какая-то, ну, что ли, в душе спокойствие какое-то теперь появилось. Так что так. Поздравляю, четвертый код твой. И пятый победитель у нас Юзер. ГЦ с бустякой заслуженно лайк прожал. Спасибо огромное. От души. Пятый код твой. Господа победители, не забываем отписывать мне в ВК, в Дискорд или в Телеграм. Все ссылки есть под этим видео. Также не забывайте прикреплять скриншот своего ютуб-аккаунта, чтобы я знал, что это действительно вы. А если вам вдруг не повезло, то не расстраивайтесь и прямо сейчас пишите комментарии от четырех слов. Возможно, в следующий раз уже вам повезет и вы заберете заветный приз. На этом у меня на сегодня все. С вами был Душа Молодой. Я желаю вам всего хорошего. Доброго, светлого, нефильтрованного или темного, кто как пожелает. Удачи вам. И самое главное, не болейте.